День воинской славы России Впервые во Второй мировой войне досели непобедимый вермахт, был остановлен и потерпел весомое поражение. Это знаменательная дата и еще один повод вспомнить героев той войны. А что произошло в нашем городе узнаете прямо сейчас. Итак, основные темы выпуска. Долг каждого российского гражданина – почтить память. В Десногорске отметили День неизвестного солдата. Продолжается работа по обслуживанию квартирных домов и по проведению собраний. В администрации обсудили текущую обстановку в городе. На прошлой неделе на территории муниципального образования спасатели поисково-спасательного отряда управления по делам ГООЧС города Десногорска привлекались для проведения работы. Управление по делам ГООЧС отчиталось о происшествиях за неделю. А теперь об этих и других новостях подробнее. 3 декабря Россия отметила День неизвестного солдата. Десногорцы тоже не остались в стороне. Они посетили Курган Славы, чтобы почтить память советских воинов. Тех, кто погиб в ходе боевых действий на территории родной страны и за ее пределами. Как прошел митинг, смотрите далее. В церемонии возложения цветов приняли участие представители администрации, общественных организаций, работники Смоленской атомной станции и других предприятий. Воздать почести погибшим солдатам пришли и школьники. Десногорцы с трепетом хранят в сердцах память о своих героях. Это большая честь для нас. С помощью таких русского народа, таких солдат мы выиграли эту войну. И отдать честь им. Вот мы сюда пришли. Сохранять надо эти традиции, прививать молодому поколению, чтобы знали историю страны, настоящую историю, сегодняшнюю историю. И та, которая запечатлена вот такими, скажем, моментами, когда люди вспоминают своих пропавших родственников. Инициатором этого праздника выступило поисковое движение России. Именно благодаря тяжелому и неоценимому труду поисковиков солдат удается возвращать из небытия. Ежегодно День неизвестного солдата собирает на мемориалах сотни людей, неравнодушных к истории своей страны. Светлана Разганова, Алина Сазонтова, Виталий Степанов, Александр Ерофеев, Десна ТВ. В День неизвестного солдата в Ельне прошло захоронение безымянного защитника Отечества. В городе воинской славы есть целая аллея одиночных могил неизвестных воинов. На аллее памяти захоронено 22 неизвестных солдата. Их отыскали во время полевых экспедиций поисковики в разных уголках Смоленщины. Еще одного неизвестного бойца нашли в черте Смоленска поисковики отряда «Честь и долг». Красноармеец погиб в самом начале Великой Отечественной войны, обороняя город. Каждый год смоленские поисковики стараются приехать в Ельню, чтобы поклониться безымянным героям. Министерство внутренних дел России планирует ограничить обязанности участковых полицейских, чтобы оптимизировать их работу. Такое решение принято из-за избыточной нагрузки на полицейских, которая провоцирует отток кадров. Участковых часто отвлекают для решения оперативно-служебных задач, которые находятся за пределами их административных участков. В связи с этим МВД предложило ряд мер, среди которых детализация функциональных обязанностей их участкового. Также предлагается снятие с него проверки заявлений, которые касаются экономических правонарушений, тяжких и особо тяжких преступлений. Кроме того, планируется заменить формат отчетности с бумажного на электронный. Ожидается, что приказ вступит в силу в мае 2019 года. 4 декабря в городской администрации состоялось плановое оперативное совещание руководителей подразделений. Какие вопросы обсуждались на собрании, смотрите в нашем сюжете. На прошлой неделе отделение скорой медицинской помощи приняло 249 вызовов. Госпитализирован один участник дорожно-транспортного происшествия. Круглосуточный стационар поступило 103 человека. Заболеваемость ОРВИ в городе остается низкой. Диагноз грипп не выставлялся. В акушерском отделении появилось на свет три младенца. Эксплуатация инженерной инфраструктуры города проходит в нормальном режиме. Ограничения и нарушения отсутствуют. Продолжается работа по обслуживанию квартирных домов и по проведению собраний. Вчера у нас проходила ручная форма собраний в доме 1Б3 микрорайона. И в пятницу у нас планируется проведение ручной формы собраний в домах номер 2 и номер 3 3 микрорайона. Эти собрания будут касаться доходной городской среды. На сайте администрации проводится голосование во всероссийском конкурсе «Малые города». Его цель – поддержка привлекательных городских пространств. Проект может привлечь город посетителей, развить индустрию услуг и поспособствовать повышению качества жизни. В случае победы Десногорск получит государственную поддержку из федерального бюджета. Также на сайте ведется голосование по созданию в городе памп-трека для любителей экстремальных видов спорта. Оба голосования продлятся до 28 декабря. Виталий Волков, Виталий Степанов, Александр Ерофеев, Весна ТВ. Федеральная антимонопольная служба готова внести в правительство законопроекты, устанавливающие предельные тарифы в электроэнергетике и ЖКХ. За последний год зафиксировано около 800 случаев, когда органы местного самоуправления повышали тарифы выше уровня инфляции. Разработанные законопроекты призваны лишить местные тарифные органы полномочий превышать предельный уровень тарифов, установленный федеральным центром. Документы прошли согласование на уровне вице-премьеров и получили положительное заключение Главного правового управления администрации президента Российской Федерации. Смоленские таможенники задержали 80 тонн подозрительных фруктов. Четыре фуры остановили сотрудники СОБРа на подъезде к областному центру на окружной дороге. За пустыми картонными коробками от сладостей находились яблоки и груши. По документам их перевозили из Белоруссии и Йемена в Подмосковье. Однако специалисты усомнились в подлинности бумаг. На две партии груш у водителей были только пустые бланки накладных. Таможенники направили фуры в Россельхознадзор для дополнительной проверки. О чрезвычайной обстановке в городе за прошедшую неделю нам рассказал начальник управления по делам ГООЧС по Десногорску Андрей Воронцов. На прошлой неделе на территории муниципального образования спасатели поисково-спасательного отряда управления по делам ГООЧС города Десногорска привлекались для проведения работ по вскрытию дверей два раза, по оказанию помощи скорой семь раз, к ликвидации последствий ДТП с пострадавшими один раз. 28 ноября было проведено тактико-специальное учение по ликвидации последствий ДТП, в котором спасателями был отработан алгоритм взаимодействия с экстренными оперативными службами города в целях совершенствования навыков и умений при реагировании на ситуации, связанные с ДТП. За семь дней в единую дежурно-диспетчерскую службу 112 поступило 629 сообщений, из них 241 ложное. Поступило отработано 11 просьб от населения. За 9 месяцев 2018 года специалистами Роспотребнадзора забраковано 154 тонны, не соответствующие установленным требованиям мясной продукции. За текущий период по санитарно-химическим, микробиологическим и физико-химическим показателям исследовано около 110 тысяч проб мясной продукции. Ситуация остается на постоянном контроле Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека. 30-летие творческой деятельности отметил Смоленский народный оркестр имени Виктора Дубровского, народного артиста России, широко известного в стране и за рубежом. К этому событию был приурочен масштабный концерт с участием российских коллективов. В течение вечера оркестр принимал поздравления от организации региона, деятелей культуры и искусства. Сейчас народный оркестр продолжает свой юбилейный гастрольный тур по районным центрам области. Он остается визитной карточкой Смоленской области и продолжает прочно занимать ведущее место в культурной и музыкальной жизни региона. А теперь коротко о погоде. 6 декабря в Десногорске будет пасмурно небольшой снег, днем минус 1, ночью 0 градусов. На сегодня это все новости, все самое интересное и актуальное не только на нашем телеканале, но и на сайте desnadefistv.ru. С вами был Виталий Волков, увидимся. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова